Звезде по имени Солнца Этот ядерный реактор жизни Попробуем разобраться Вообще, да, это очень интересные Животные беспозвоночные Они червеобразные У нас в музее как раз есть экземпляры Так вот, погонофоры, они живут за счет Симбиотических бактерий Которые обитают у них в специальном Межщупальцевом пространстве Основой жизни на Земле является фотосинтез Создавая непрерывную цепочку жизни А вот погонофоры могут обходиться без него Фотосинтез они заменили на хемосинтез Питание сероводородом Это одни из немногих организмов Наземления, зависящих от энергии Солнечного света Обитают погонофоры вблизи Геотермальных излияний в морях Что такое геотермальное излияние? Это там, в морях, под водой Где со дна бьют горячие источники Которые, в общем-то, всегда богаты сероводородом Взглянуть на животное Которое гарантированно переживет всех Можно в экспозициях зоологического музея КФУ Не менее загадочных существ Здесь очень много Обсуждая дальнейшую судьбу нашей планеты Мы наткнулись на еще один Не менее интересный экспонат Под стеклом витрины наш взгляд Пал на коллекцию губок Эти животные лишены органов, чувств, глаз Они не могут передвигаться И всю жизнь проводят прикрепленными к отну Казалось бы, что тут интересного Но взглянув на одну из них Создается впечатление, что губка создана Из тончайшего хрусталя Она известна как картинка Венеры В полости почти каждой губки живет пара рачков С весьма любопытными взаимоотношениями Но, соответственно, вот эти две особи Они там же размножаются Ну и поскольку они в заперти Они верные друг другу на всю жизнь Там же они умирают Все это одни из немногих организмов на Земле Не зависящих от энергии солнечного света Поэтому, когда солнце погаснет Жизнь на Земле еще какое-то время продолжится Но уже глубоко под водой Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова